Мои дорогие, вы когда-нибудь смотрели в глаза друг другу? Так вот сегодня я вам предлагаю посмотреть в глаза того, о чем вы спрашиваете. А спрашиваете вы о микрофлоре. И я всегда предпочитаю видеть ее в микроскоп. Вот я сейчас вам предлагаю посмотреть, как будто вместе со мной через мой микроскоп, на господина Аписторха. Будьте внимательны. Смотрим сначала господина Аписторха, который у нас находится в учебнике. Посмотрите на вот эти удивительные присоски господина Аписторха. Вот такой он в учебнике. А вот такой он у меня в микроскопе, когда я занимаюсь с пациентом, который уже чаще всего имеет проблему Аписторха. Ну давайте мы сейчас с вами его посмотрим полностью в глаза ему. И вы увидите все, что мы видим в учебнике по Аписторхозу, вы можете увидеть и в микроскопе. Поэтому мы можем определить наличие Аписторха не только как я определяю микроскопии, а у нас метод толстой капли. Поэтому мы смотрим и определяемся, что сейчас есть, чтобы затем еще подтвердить реакции ПЦР. Те, кто обычно заморачивается, а какой вид, а расскажите. Реакции по Осипову, когда мы выявляем этих микроорганизмов. То есть микроскоп необходим для того, чтобы мы с вами могли увидеть, есть или нет в кровотоке микроорганизм, который нас с вами интересует. Поэтому раньше и был у нас в санэпидстанции паразитолог, который направлял на исследование. Сейчас эту функцию перенесли на гастроэнтеролога. Но в любом случае, если вам любым из методов нашли господина Аписторха, значит мы с вами на данный момент имеем проблему, которая называется нарушение функций нашего желудочно-кишечного тракта. Еще раз посмотрите, вот какой он красавчик Аписторх у нас. Я сделаю вам его большого. Посмотрите в глаза, товарищи. Каким образом вот это создание оказывается у нас в желудочно-кишечном тракте? В желудочно-кишечном тракте оно оказывается только тогда, это удивительное создание, когда у нас есть проблемы этого желудочно-кишечного тракта. Но давайте посмотрим современную слизистую желудочно-кишечного тракта. Вот я вам сейчас покажу стандартную ситуацию. Говорят, такого нет. Вот это у нас слизистая толстого кишечника. И чаще всего она сейчас у нас находится в состоянии семейного полипоза толстой кишки. Поэтому все пациенты, которые приходят ко мне на прием, они должны мне принести результат консультации гастроэнтеролога. Любой паразит заведется только тогда в нашем организме, когда у нас будет нарушено пищеварение и переваривание. У нас есть пристеночное пищеварение. Вот посмотрите, это слизистые оболочки, клеточки, которые и в толстом кишечнике обладают функциями и местного иммунитета, и функции доработки непереваренного. А переваренное у нас это ворсинки кишечника, это желудок. Если в желудке достаточный уровень желудочного сока, мы с вами никогда не позволим остаться живым. Вы слышите, попробуйте желудочный сок. Мы делали такие в институте опыты. Желудочный сок поливается на кого? На крутящегося перед нами гельминта. И что происходит с ним? Да растворяется он. Если достаточно кислоты желудка, то есть нормальная кислотность желудка уничтожит уже, ну по крайней мере повредит, ну по крайней мере обездвижит этого аписторха. Он у нас уже будет неживой, проходя желудок. В кишечнике у нас этот аписторх, какая разница, кусок мяса мы с вами в кишечник запустим, съев его, или мы аписторха туда, кусок обездвиженного мяса получается от аписторха. И значит мы в норме при наличии нормальных слизистых и при наличии нормального переваривающей способности сока поджелудочной железы и конечно желчи. Желчь это самый уникальный антибиотик нашего желудочно-кишечного тракта. Посмотрите, что сейчас имеем. Если я говорю про толстый кишечник, почему они там живут в толстом кишечнике? Да потому что слизь клеток, иммунные клетки не работают в толстом кишечнике. Опять это нарушенное состояние желудочно-кишечного тракта, тогда он и заведется. Можно его бить, но он опять заведется, потому что мы с вами не привели в порядок желудочно-кишечный тракт. Посмотрите, что мы сейчас имеем с желчным пузырем. Обратите внимание, я даже вам постараюсь показать. Вот здесь он у нас желчный пузырь. А вот это у нас увеличенные лимфатические узлы, лежащие на протоке общим желчном и на протоке самого желчного пузыря. Поэтому мы говорим, что если у нас имеется воспалительный процесс на слизистой желудка, поджелудочной, у нас всегда увеличены висцеральные лимфатические узлы, к которым относятся лимфатические узлы самого желчного пузыря. Почему перекручивается желчный пузырь? И тогда, конечно, будут гельминты заводиться. Тогда любое мясо, у нас не обработанное желчью, однозначно будет оставаться этот гельминт жизнеспособным. Кислотой полейте на любой продукт. Конечно, все будет растворено. Но нет у нас желчи главного антибиотика для нашего желудочно-кишечного тракта. Потому что идет воспалительный процесс от носа до ануса, и идут увеличенные лимфатические узлы, механически сдавливающие проток. Поэтому, если мы с вами имеем эту удивительную проблему, которая называется нарушенный желудочно-кишечный тракт, мы так всю жизнь и будем лечиться от глистов. Такие пациенты ко мне приходят и говорят, ой, вы знаете, да у меня все это уже 20 лет. И если мы не восстановим состояние слизистых желудочно-кишечного тракта, тогда мы с вами эту проблему будем иметь надолго. И если у нас эта тема есть, мы с вами говорим, что у нас да, многие на эту ловушку попадаются. У нас есть лекарственные препараты, довольно-таки сильные, которые с этой заразой справятся. Поэтому мне говорят, что вы за меня переживаете? Я за пациента переживаю. Конечно, я переживаю, если у него застой желчи. Если у него нарушение переваривания, то обязательно кто-то там заведется. Ну, рыбу съест, тогда вот апистор заведется у нас. Если мясо съест, тогда цепень заведется. Итак, задача восстановить слизистую. Да все переварится, как кусок мяса этот апистор. Но мы же идем другим путем. Мы берем прозиквантел. Посмотрите, вот я только сейчас набрала в интернете. Основной препарат для лечения аписторка – прозиквантел. Его применяют только по назначению врача, поскольку он токсичен и может быть опасен при бесконтрольном приеме. Мы с вами думаем, что у нас вдруг препарат есть, который наши клетки не повредит, который клетки печени не повредит. А мы думаем, он так и создан именно на аписторхоз. Нет таких препаратов. Специфичность именно для этой микрофлоры. Поэтому я иду другим путем. При установлении диагноза у пациента аписторхоз, это сейчас не проблема, я вам проговорила, что это можно лабораторным путем остановить, я микроскопию устанавливаю и посылаю дальше пациента. Для того, чтобы подтвердить реакции цепной пациентреакции, можно сейчас в любой лаборатории спросить, я хочу на аписторхо сделать исследование. Вам выдадут назначение, и вы сдадите свою кровь, мы увидим в кровотоке, я в микроскоп вижу в кровотоке по капле крови, все наши врачи это видят. И мы устанавливая этот диагноз, начинаем восстанавливать слизистый желудочно-кишечного тракта. Первое, руководит желчью что? Конечно, наш мозг. Рефлект желчевыделения восстанавливаете, лимфатический массаж. Дальше, восстанавливаете кровообращение во всех клетках слизистых желудочно-кишечного тракта, в том числе и в желудке. Для того, чтобы качество ферментов, которые как кусок мяса перевалит аписторха, было достаточным, чтобы обездвижить, то есть вывести его элементарно уже мертвым через анус. Если у нас не хватает вот этой темы, рефлекс быстро не восстановишь. Кровообращать каждый день надо рефлекс восстанавливать, каждый день надо диафрагмальное дыхание делать, чтобы кровообращать клетки достаточно, которые вырабатывают ферменты. Мы тогда с вами добавляем обязательно препараты, но которые не токсичны. Слово токсичен я вообще не приемлю, ибо это слишком последствия сложные этого. Потом восстановить разрушенную печень, разрушенные структуры слизистых. Зачем нам это? Поэтому мы идем гораздо проще. Мы сначала занимаемся нормальным желчевыделением. Это у нас втянул животик, подержал, расслабился. Желчь вышла ежедневно, до каждой еды, если есть апистор. Затем применяем самые легкие препараты. Всегда выбираю самые легкие препараты, которые помогают уменьшить количество патогенной микрофлоры вообще. Там вместе с господином аписторхом танец с саблями идет другой микрофлоры. Поэтому мы регулируем ее численность, всю не убьем. У нас для чего существует саморегуляция организма? Она доработает. Но это артромакс и метасепт, которые приводят нас. В данном случае я, по-моему, метавит показываю. Артромакс и метавит. Сладкая парочка, называете, препараты. Которые хорошо работают даже при наличии аллергии. Аллергия всегда при аписторхе каким-то образом проявляется. Либо через слизистые, либо через кожу. Для того, чтобы усилить эффект, после прохождения трехмесячного курса, по одной или две капсулы каждого в день, в завтрак и в ужин. Начинаем всегда с одной капсулы. Завтрак смотрим, нет ли аллергических проявлений. На что начинает идти аллергическое проявление? Говорят, на травы. Не так на травы, как на ту погибшую микрофлору, которую мы убили. И она уже становится аллергеном для своего организма. Метасепт, витанорм. Препараты, которые применяем для усиления эффекта, если у нас не хватило только желчегонных и регулирующих численность микрофлоры. Поэтому, если вы делаете ежедневные обязательные мероприятия, принимайте фитотерапевтические комплексы, причем самые мягкие. Наиболее сложным фитотерапевтическим комплексом у нас являются кора осины, которая тоже веками, ребята, применялась. Опять, почему кора осины, а не прекрасный препарат? Интоксикация на печень. Помним, если мы хотим жить долго и качественно, без сосудистых нарушений, мы не должны печень с вами повреждать препаратами, сильно работающими на организме. Кто-то хочет работать вот так быстро. Эффект обычно, в мои 68 лет понятно, что люди, которые вот так противопаразитарно отрабатывали препараты, это не всегда затем здоровые люди. Мы осложняем работу организма. Папулин препарат с коры осины. У нас есть еще с вами экорсол, тоже препараты из коры осины. Но здесь у нас дегидрокварцитин, то есть наиболее мягкая. А здесь у нас володушка для того, чтобы подстраховать печень. Поэтому эти препараты, они у нас в центре есть. Мы применяем, но редко под контролем микроскопии внутренних средств, чтобы понять, насколько мы с вами отработали аписторха. Быстро уничтожить его всего. Это переполнится токсинами, убитыми аписторхами. А это все белки. И белки могут вызвать тромбоз. Поэтому все делаем медленно, малыми дозами. Я везде рассказываю. Набирайте поисковик Ольга Шишова, где вы задаете вопрос, как корректировать количество аписторха, или как лечить аписторхоз, или как проводить противопаразитарное лечение. Проводим это лечение на фоне изменения свойств желудочного и кишечного сока. Делаем мы это с вами, отрабатывая экстрактом виватона. Это процедура в нашем центре. И это вы можете делать самостоятельно, отрабатывая щелочность, кислотность желудка и щелочность кишечника. Вот не должен пройти аписторх этот удивительный барьер. Это саморегуляция. Что здесь кислота, а там щелочь. Чтобы любой микроорганизм не прошел через этот барьер. А у нас, к сожалению, проходит. Восстанавливайте организм, и не бойтесь тогда кушать всевозможную пищу, в которой, например, как пища японская, она предполагает, что организм работает полноценно. Если работает не полноценно, мы с вами попадемся на крючок и выловим аписторха. Успехов вам!